Всем привет! С вами Ольга Чернова. У нас все так же 23 марта. Я также стою на этой старой стиральной машине. И раз уж я рассказывала про закаливание, как раз вот здесь есть у меня обзор вот этих всех моих томатов разных-разных. Когда я показала, что томаты вот одни большие, одни маленькие там и совсем есть крошечные. Ну вот многие начинающие, конечно, знаете, их легко запутать. Они же не очень ориентируются. И все спрашивают, ну для чего так много таких разных и больших и маленьких, разные сроки, разные сорта. И хотя на эту тему я уже разговаривала, я сейчас специально для тех, кто добавился. Еще раз повторю, повторю прям слово в слово, ничего нового я не придумала на эту тему. Но когда я разговаривала зимой, сидя за столом, как выбирать сорта и почему сроки посева разные, это было, знаете, больше теории. А сейчас, когда вот на практике видно, что они действительно у меня все разные. Есть вот такие вообще, которые стоят, видите, великаны уже в стаканах. Есть, которые сплошным морем зеленым, а есть вот, ой, сейчас покажу. Ай-яй-яй. А есть вот только-только-только вылазят. Почему они такие разные? Так, поехали. Ой, как бы мне не упасть отсюда, оратору. Вот если вы хотите получить не только богатый урожай, но и получать его продолжительное время, все это я уже рассказывала, я сейчас снова-слово-слово-слово повторю, получать его продолжительное время, вот с начала лета до самой глубокой осени, нужно очень серьезно подойти к выбору сортов томатов. И набор сортов может меняться в зависимости от вашего региона и от условий выращивания. Теплица, пленочные укрытия или только открытый грунт, от сроков созревания томатов, от назначения будущего урожая, от количества времени, которое вы сможете уделить своим томатам. И рассмотрим сейчас все факторы, которые влияют на подбор томатов. Вы видите, что вот это вот, я всегда показывала, это именно для получения раннего урожая. Дальше идут для теплицы, а потом маленькие идут для открытого грунта. И у них своя иерархия, кому-то больше ухода достается, кто раньше сеян, кто-то просто вот посадил и забыл, сейчас буду в теплице прям в грунт сразу сеять. Это начинается с того, что вы обдумываете, где вы живете. Одним из самых важных критериев, это климат региона, в котором вы проживаете. Вот я живу в Сибири, в Алтайском крае, все это уже знают, хотя спрашивают новенькие каждый раз, где очень часто весенние возвратные заморозки не прекращаются у нас до 10 июня. И поэтому при выборе сортов я отдаю предпочтение сибирским районированным сортам. Они самые холодостойкие, самые выносливые, неприхотливые. Рассада этих сортов спокойно переносит длительные периоды пониженных температур и даже способна восстанавливаться после подмерзания листьев. Вот такие сорта, я уже говорила, как сибирская тройка, петруша огородник, демидов, настенька, другие. Они составляют у меня основную часть всех выращиваемых мной томатов. Они дают стабильный урожай в открытом грунте при любой погоде. Но это не те крупноплодные, которые самые-самые сладкие, самые-самые вкусные. Хотя они тоже вкусные и хорошие. Ну и конечно, я выращиваю вот эти вот, которые самые крупные, самые сладкие, которые более нежные и капризные, но их всегда меньше в моей сортовой коллекции. Поэтому, если вы живете в каком-то, например, регионе, где позволяет климат выращивать, то вам неприхотливые, может быть, и не нужны. Может быть, вы все начнете выращивать вот такие вот, про которые я говорила, крупные, вот такие самые вкусные. Дальше. И не менее важным будут условия выращивания томатов в течение лета. Подбирая сорта для будущего сезона, вы заранее должны определиться, где вы будете выращивать этот сорт. В теплице или в открытом грунте. А может быть, у вас есть возможность высадить молодую рассаду под временное пленочное укрытие. Вот я уже показывала, что они очень различаются. Для теплицы я и сею раньше. И они у меня рассада больше, пышнее уже для открытого грунта, а еще малыши. И вот при выращивании в открытом грунте, если у вас нет теплицы, то нужно подбирать более выносливые, неприхотливые, ну, в основном детерминатные выбирают низкоруслые сорта. А если у вас есть теплица, тут можно разгуляться, можно выбрать индетерминатные высокоруслые с более длительным вегетационным периодом. А можно совместить, вот как я, я в теплице размещаю и детерминатные томаты для получения ранней продукции. И инденты, которые в открытом грунте у нас вызревать в регионе не успевают, а в теплице они плодоносят очень долго. И вот в теплице я высаживаю крупные помидоры, очень вкусные. Медовый король, малиновый гигант, русский богатырь. Все вот такие, которые прям крупные, такие здоровые, которые в рот взять приятно. Следующий пункт это назначение. Для чего вы будете выращивать? И вот перед тем, как выбирать сорта, сейчас многие еще, многие даже еще и не купили семена, многие не сеяли. Я вот сегодня, завтра только буду сеять для открытого грунта свои вот эти низкорослые, детерминатные, засолочные, все ранние, скороспелые, еще ничего для открытого грунта. Вот этого я не сеяла, вот этой группы. И назначение очень важно. Перед выбором сорта подумайте крепко, для чего вы планируете использовать именно эти сорта. Некоторые огородники не занимаются консервированием, им нужны только салатные, салатовые сорта. Но многие, кроме употребления томата в свежем виде, готовят из спелых плодов соки, кетчуп, саповые заправки, маринуют, вялят. Любителям кетчупа и томатной пасты нужно подбирать больше сортов ярко-красного цвета, только с них получается красивый такой насыщенный цвет. А из плодов розовой окраски, кетчуп получается бледноватый, а они подходят для другого, например. Розовые очень сладкие. Потом, вот если целая плодная консервирование вас интересует, идеально различные пальчиковые, сливовидные плоды, которые не подходят для салатов. Ну, с них салаты никто практически не делает, они же мелкие. Вот красный трюфель, дамский пальчик. Ну, красный трюфель, он и для еды очень сладкий, вкусный. Всякие дамские пальчики, оранжевые сливки, все вот эти сливовидные, сосулечки, ну, идеально для консервирования. Поэтому, если вы думаете больше консервировать, а не в свежем виде кушать, значит, вам надо сделать упор на эти сорта. И еще очень важны сроки созревания. Когда вы хотите получить свой урожай? Ну, тут со сроками созревания все очень просто. Хотите получить ранний урожай? Выбирайте несколько скороспелых и ранних сортов. С самым коротким сроком созревания. А любите сладкие мясистые помидоры в салатах, то нужно приобрести несколько крупноплодных таких сортов с более длительным вегетационным периодом. Да, вы будете долго их ждать, но вкус их восхитительный и непревзойденный. Ни с какими скороспелками их, конечно, не сравнишь. А хотите сохранить свежие томаты до глубокой осени? Вот посадите на своем участке немного познеспелых сортов или сортов идеальных для хранения. Я уже зимой рассказывала, какие идеальны для хранения. С повышенным содержанием сухих веществ. Это вот я в этом году расхвалила. И оранжевые сливки, и банан оранжевый. Вот эти вот все, которые не крупные и мясистые. Конечно, крупные и мясистые сохранить вам будет невозможно. Они для другого созданы. Еще один фактор, который вы должны учитывать, это затраты вашего времени на уход. Самое главное, подумайте, сможете ли вы, сколько своего времени сможете вы потратить на уход за своими питомцами. И если вы работающий человек, приезжаете на свой участок только по выходным, не приобретайте много капризных, индетерминатных сортов, уход за которыми требует очень много времени. Если времени хватает только на дежурный уход, прополка, полив, рыхление, отдайте предпочтение неприхотливым, детерминатным сортам. Я уже называла, я вот выращиваю много демидов, Настеньки, даже на ленивке посадила, забыла вот эти сорта. Среди них много сортов, которые можно выращивать совсем без ухода. Но когда мне пишут, как совсем без ухода, ну а прополка, ну если уж и вы полоть, не хотите огород, тогда вообще не знаю, зачем садить. Принцип посадил и забыл, это значит, не посынкуем, не подвязываем, этого уже достаточно, что это мы не будем делать, это и то уже хорошо. Если вы совершенно свободный человек, можете позволить все свое свободное время уделять своим растениям, можете выбирать любые сорта томатов. Вот я сейчас совершенно свободна, поэтому у меня всякие, и крупноплодные, и засолочные, и ранние, и скороспелые. 220 сортов в прошлом году выращивала, они мне нравятся все, говорят, назовите самый вкусный томат. Но каждому свое время, даже вот эти скороспелки, которые считают кислятина невкусной, а когда он самый первый, когда он в июне появился, некоторые еще только высаживают рассаду, а у вас уже спелый томат, ну как же он невкусный, он самый первый, мне кажется, он самый-самый вкусный. Я всегда считаю, что самые вкусные томаты, это первые. Пусть даже они будут немного с кислинкой, но вот этот томатный аромат, вот этот... Даже листья томатные, то вкусно пахнут. Все, увлеклась. Если вы проживаете в холодном регионе, выбирайте больше районированных, неприхотливых сортов. И для выращивания, что в теплице, что в открытом грунте, выбирайте разные сорта томатов, то есть разные назначения, разный цвет, разная форма. И вот все это разнообразие, оно будет вот такой томатный конвейер у вас. Не забывайте, что помидоры по назначению делятся на салатовые, засолочные и для заготовок, вот для массового сбора. Поэтому, если вы не собираетесь заниматься консервированием, то вот эти засолочные пальчики, вы можете не выращивать, насадите таких более крупных, таких вкусных. У всех томатов разные сроки созревания, об этом тоже не забывайте. И чтобы иметь плодоношение все лето, нужно подбирать и ранние, и средние, и поздние сорта. Для начинающих хочу дать такой ободрительный совет. Если вам кажется, что вот это такая каша, что ее никогда не понять, что все это так сложно, какие-то ранние, какие-то сосульки, какое-то сухое содержание веществ в томатах, все это очень просто. Два-три года повыращиваете, покушаете тот томат, покушаете другой, подберете для себя самый вкусный, оптимальный вариант. Кто-то вообще выращивает вот только для того, чтобы делать заготовок, как с экономической точки зрения, чтобы семейный бюджет, как подлатать, и варят и кетчупы, и заготовки, и соки томатные. Тогда, конечно, вам можно просто массово вот насадить, те, которых посадил и забыл, ходить, бедрами собирать, но это сами, это вы решать будете сами. Я вам просто вот рассказала, почему у меня такая разная рассада, а нам вот стоят такие великаны, другие вообще еще карлики. А, забыла, есть же еще и балконные, карликовые для украшения, для ландшафтного дизайна огорода. Но сейчас уже не будем о них говорить, и так уже достаточно. Если честно, язык устал. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok